Дикая роза. Дикая роза отличается нежными простыми цветами, яркими плодами и живописными кустами. Красота неприхотливого растения естественна и гармонична. Подобря правильно сорт ран нецветущей розы, можно высадить ее в любой тип грунта. Дикая роза внесет изюминку и станет украшением каждого участка. Описание и характеристика. Дикую розу часто называют шиповником. Цветок относится к дикорастущим растениям семейства розовоцветных. Владельцы участков часто высаживают саженцы дикой розы с целью получения плодов шиповника и для украшения двора. Существует больше 75 разновидностей шиповника. Розу можно встретить практически в любом районе страны. Исключением могут стать лишь северные регионы. Шиповник относится к светолюбивым растениям. В природе растения семейства розовоцветных можно встретить вблизи обочин лесных дорог, опушек, прибрежной территории, горных склонов, озер. Дикая роза. Дикая роза. Цветок, который, разрастаясь, может образовывать крупные куртины и проникать на территорию населенных пунктов. Часто шиповник произрастает рядом с бузиной. Цветение растения начинается в 20-х числах мая и завершается к началу июля. Созревание плодов завершается в начале-середине сентября в зависимости от сорта. Дикая роза обладает многочисленными пестиками и тычинками. Каждый вечер цветы розы начинают складывать лепестки, чтобы утром вновь распуститься и порадовать своей красотой. К сведению. Шиповник точно по времени раскрывает и закрывает лепестки. Благодаря подобным свойствам можно определять время. Плодоношение растения начинается с трехлетнего возраста. Большой урожай можно ожидать на 10-12 год жизни куста. Плоды роз обладают шаровидной или егейцевидной формой. Их поверхность гладкая, голая, окрашенная в оранжевый или красный оттенок. Внутренняя стенка плодов покрывается волосками. В верхней части плодов сохраняются чашелистики. Чтобы добиться стабильного плодоношения, следует высадить вблизи друг друга пару кустов разных видов, которые будут цвести в один и тот же период. После сбора плодов их следует просушить. Шиповник можно заваривать и пить вместо чая или приготовить варенье или компот. Ветви шиповника, унизанные ягодками, замечательно будут смотреться в осеннем сухом букете. Жизнь растения в природе может продолжаться 300-400 лет. Популярные сорта. Дикая красная роза. Дикорастущая роза может плодоносить ягодами разнообразных оттенков, а именно, фиолетовыми, ярко-красными, коричневыми, оранжевыми, черными. Важно! Не каждый сорт отличается обильным плодоношением, поэтому перед покупкой саженца важно изучить информацию по видам дикой розы. К наиболее популярным сортам, обладающим большим количеством болезненных свойств, относят майский разновидность, которая распространена в средней полосе страны. Кусты можно встретить на лесных полянах и вырубках. Майский шиповник, достаточно неприхотлив к типу грунта, устойчиво переносит различные недуги и выдерживает морозы. Если хорошо ухаживать за кустарниками, можно вскоре собрать неплохой урожай. Собачья роза – обыкновенный вид. Эту разновидность растения часто используют для живой изгороди. Душистые цветочки светло-розовых оттенков начинают распускаться в начале лета. Ближе к осени вместо цветов на шиповнике появляются красно-оранжевые плоды. Сильнорослые кусты могут достигать 3 метра высоты. Корневая система собачьей розы достаточно мощная. На ветках расположены крепкие шипы изогнутой формы. Очень часто владельцы участков приобретают именно этот сорт дикой розы из-за того, что она неприхотлива, зимостойко и устойчиво переносит большинство недугов. Ни одно описание не передаст всей прелести растения в период цветения. Французский шиповник, произрастающий в Южной Европе, России и на Крымском полуострове. Также его можно встретить в Таиланде. Низкорослые кусты с минимальным количеством ветвей едва вырастают до 80-90 сантиметров. Корневая система развивается горизонтально. На стволовой части куста и ветвях располагаются острые шипы и маленькие иголочки. Яркие красные цветы распускаются на кончиках побегов. На крупных чашелистиках расположены разлапистые боковые перышки. Французский махровый куст может стать комнатным растением. Колючейший бедренцево-листный вид розы. На низкорослом кустарнике большое количество колючих иголок и шипов. Как только наступает период цветения, куст буквально усеивается белыми приятно пахнущими цветами. Часто подобный шиповник можно встретить в сквере или палисаднике. Цветы колючей розы некрупного размера. В сентябре вместо белоснежного цветения на кустарнике образуются твердоватые, довольно сухие плоды, которые по мере созревания начинают чернеть. Дьявольская роза лакорн. Название говорит само за себя. Низкорослое растение отличается полным отсутствием шипов на ветвях. Крупные яркие цветы расположены на длинной цветоножке. Как только лепестки начинают опадать, цветоножки паникают. Длинный веретенообразный плод в осенний период буквально свисает наподобие сережки. На плодах и цветоножках расположены железистые щетинки с наличием липких капель на кончике. Это придает особенный вид альпийскому шиповнику. Роза будет выглядеть очень эффектно и украсит домашний сад. Дикая роза алтый – многолетний травянистый кустарник, высота которого находится в пределах 2 метра. Ветви розы покрыты волосками звездчатого типа, на листве волоски бархатисто-шелковистые. У алтой очень плотная корневая система. В первые годы наблюдается бешеный рост корней. Цветки расположены на коротеньких цветоножках. Плоды плоские, распадающиеся вдоль швов по мере созревания. Содержание розы – незатруднительный процесс. К сведению, примета гласит, что молодым девушкам цветок любви шиповника помогает в войске жениха, открывая в них женскую привлекательность и сексуальность. Особенности посадки и ухода за культурой. Почти все сорта дикой розы достигают высоты более 2,5 метров. Шиповник будет хорошо расти на освещенных участках. В затенении цветение будет непродолжительным, а плодоношение может практически отсутствовать. Плоды начинают появляться лишь на второй год жизни саженца. Шиповник может врежиться даже в бедном грунте благодаря хорошо развитой корневой системе, которая проникает на значительную глубину. Дикая роза мороза стойкая и способна пережить затяжные дожди. Во время высадки саженца важно внести в осадочную яму удобрение 1 стакан. Ложку калийной соли следует смешать с 2 стаканов ложками суперфосфата, добавив в полученную смесь 6 литров конского навоза, смешать ингредиенты. Удобрение вносится в яму для посадки и посыпается сверху грунтом. Суперфосфат для получения хорошего урожая шиповника потребуется при горизонтальном высаживании саженцев заглубить их немного больше, нежели обычно этого требует ситуация. Надземная часть укорачивается таким образом, что оставляется лишь одна треть от длины. Грунт вокруг стволовой части куста уплотняется, обильно увлажняется и эмульчируется. Появившиеся прикорневые побеги можно оставлять лишь первый год после посадки саженца. В последующие оставлять можно лишь лучшие побеги. Ветки нулевых порядков могут не укорачиваться. На их верхушках остаются плоды и цветы. Только спустя 12 месяцев после посадки можно укоротить эти ветви. На двухлетней ветке прошлогодний боковой прирост можно укоротить таким образом, чтобы остались 2-3 почки. Следуя всем правилам и рекомендациям, можно через 4 года после посадки собирать с каждого куста 9-11 килограмм ягод, причем каждая будет крупной. Собирать плоды следует в начале сентября. В эту пору они, как правило, приобретают яркий красный или коричневый окрас. Обрезка роз размножать дикую розу можно отпрысками, зеленым черенком, корневым черенком. Последний метод используется для сохранения в потомстве признаков материнского растения. Размножение корневыми черенками доступно даже начинающему цветоводу. Это самый простой способ для разведения данного растения. За неделю до высадки следует приступить к заготовке корневых черенков. Их длина должна находиться в пределах 10-12 сантиметров. Далее их высаживаются горизонтальным способом, на глубину не более 15 сантиметров. До того как появятся первые росточки, грунт на участке следует систематически рыхлить, увлажнять и очищать от сорняков. Как только возраст росточков достигнет 2 лет, их можно будет пересадить на выбранный участок. Обратите внимание, при желании можно размножить дикую розу семенами. Высевать их следует в последних числах августа или же весной, когда заморозки минуют. В данном случае может потребоваться стратификация. Болезни и вредители. Основным вредителем шиповника считается розаная муха, которая повреждает основную часть урожая. Насекомое зимует в грунте на глубине 7-10 сантиметров. Именно поэтому важно систематически перекапывать грунт и проводить опрыскивание препаратами по типу B58. Внесение удобрения помимо розаной мухи повредить розу может ля, шиповниковая пестрокрылка и малинно-земляничный долгоносик. Вредители повреждают бутоны и мякоть от ладов. Профилактическое опрыскивание кустов избавить розу от этих насекомых. Среди недугов, которые могут поразить шиповник, выделяют ржавчину, повреждающую стебливую часть растения, листву и плоды. Обрабатывая розу фунгицидами, можно не беспокоиться о здоровье кустов. Дикая роза – великолепный цветок, который подкупает изумительным внешним видом и неприхотливостью. Растение украсить любой двор и станет настоящей изюминкой сада.